Всем привет! С вами Татьяна Шербидова, художник-иллюстратор и преподаватель онлайн школы рисования Watermedia. Сегодня я хочу рассказать о том, как незнание академического рисунка приводит нас к ошибкам в акварели. Казалось бы, какая связь акварельная живопись и академический рисунок? Сопротивление, депрессия, торг, принятие, академический рисунок. Примерно так выглядит сценарий развития любого взрослого человека, который приходит в акварель для получения каких-то приятных эмоций, веселых картинок, удовольствия, а в итоге начинающие авторы во взрослом возрасте сталкиваются собственной беспомощностью при попытке нарисовать что-то самостоятельно. Пока мы что-то повторяем по видеоурокам, в принципе, что-то получается, но когда мы начинаем делать попытки сделать что-то по собственным референсам, то есть фотографиям, а уж тем более нарисовать что-то из головы, то получается, что мы не можем просто совместить несколько объектов в одной среде, мы не можем срисовать даже с натуры простейшие предметы, и уж тем более мы не можем по воображению из головы воссоздавать какие-то искаженные по перспективе пространства, строить их там, рисовать, создавать в них объемы освещения, если мы не владеем академическим рисунком. Что нам дает рисунок? В первую очередь академический рисунок это изучение тональности, работа света и тона. И понять эту тональность, научиться ее передавать, мы можем только тогда, когда хорошо понимаем объем и конструкцию предметов и пространств, в которых они находятся. Поэтому рисунок настолько подробно раскладывает нам теорию конструирования объектов, построения их объема с помощью светотеневых инструментов. рисунок нам рассказывает о перспективе, и не только о перспективе построения предметов, как они искажаются на расстоянии в пространстве, но и о световой перспективе, как свет воздействует на предметы на разном расстоянии. И сейчас я вам расскажу про три ошибки, которые очень часто встречаются у моих учеников-акварелистов. А корень всех этих ошибок лежит в незнании академического рисунка. Первая ошибка – это непонимание перспективы. Перспектива не связана с цветом напрямую, но она позволяет нам очень хорошо понимать, каким будет предмет в определенном искажении, как он будет изменяться на расстоянии. Пример вот этой картины, если это можно так сказать, этой работы, я увидела вживую в ресторане, как раз на первом этаже офиса, где я сейчас нахожусь, роспись на стене. Достаточно популярное сейчас направление в качестве заработка для художников – это коммерческая роспись интерьера. И мы здесь наблюдаем с вами полное непонимание вообще перспективы, как она работает, почему одна бочка короче другой. Перспектива позволяет нам свободно размещать предметы на плоскости, где они находятся, распределять их между собой в пространстве согласованно. Акварелисты часто пропускают эту теорию, потому что она им как бы не нужна. Особенно акварелисты-ботаники, которые сосредоточены на какой-то небольшой группе предметов, в частности цветов, и там якобы этой перспективы нет. Но если мы с вами посмотрим на работы профессиональных художников, сложные работы, работы, которые поражают своей масштабностью, которые могут произвести на нас впечатление, это, конечно, работа с пространством. И даже в пространстве белого листа можно и ботаническую иллюстрацию так сократить в перспективе, что мы почувствуем эту глубину, это расстояние, эту массивность и даже некое движение в статичной работе. И, конечно, перспектива помогает нам рисовать с натуры, она помогает нам объяснить, почувствовать и понять, как устроено пространство, почему все сужается, почему все уменьшается, а как это должно выглядеть на плоскости. А что будет, если я перемещу фигурку человека с дальнего плана чуть поближе или с ближнего чуть подальше? Как он изменится? С чем это сравнивать? По каким законам все это действует? И законы перспективы, они, с одной стороны, очень простые и теоретически понятные даже ребенку, но они требуют огромного количества практики нарисованности. То есть тут нам нужна не только насмотренность, но и нарисованность. Это регулярные скетчи, зарисовки, этюды карандашом, которые делаются для тренировки нашего перспективного глазомера и умения управлять перспективой, пространством, свободно для того, чтобы, понимая эту систему, можно было и из головы что-то сконструировать, придумать и уметь в своих работах принимать композиционные решения, не ограничиваясь рамками наших навыков. Вот что я умею, то я и нарисую. А чтобы мы могли себе ставить более сложные задачи, ну и, соответственно, иметь инструменты для их реализации. Так как же перспектива связана с цветом в акварели? А связано это с тем, что если мы с вами не можем грамотно нарисовать конструкцию формы, передать ее объем в размере, как это полагается, тогда мы с вами просто не имеем нужной формы, нужного объема, нужного пятна для заливки, где мы должны с вами работать цветом. И если мы смотрим с вами на натуру, и натура имеет определенный набор композиционный размеров пятна, их разницы по тону, а как эти пятна в своих размерах друг с другом согласуются, и какое создает впечатление. Если мы с вами не владеем перспективой, если мы не можем в нормальном размере отразить разные элементы предметов, их соотношения в пространстве, тогда у нас с вами будет нарушена композиция цветового пятна. А это влияет на все и композиция пятен по цветовым контрастам, по тональным контрастам, в контрастах по насыщенности и контрасту по тепло-холодности. Нарушение размеров этих пятен, неправильное построение этих пятен, оно напрямую у нас будет вести к тому, что нам просто негде нарисовать ту красоту, которую мы с вами глазами видим, а на рисунке ее у нас почему-то нет, потому что мы не смогли нарисовать. Ну и как бы мы с вами классно не владели акварелью, цветом, техникой, мы можем быть очень техничными, но если в работе будет присутствовать дилетантство в плане перспективы, это сразу видно. Искажения по перспективе – это самые заметные искажения, которые говорят нам о том, что перед нами начинающий непрофессиональный художник. За исключением тех случаев, когда искажение перспективы является авторским намеренным действием художника, является частью его стиля и это узнаваемая черта, которая прослеживается цепочкой во всей серии его работ, а не является какой-то случайной ошибкой. Привет, я Татьяна Шурбидова, руководитель и преподаватель школы Watermedia. Сегодня я хочу познакомить вас с нашим курсом «Основы академического рисунка», который ведет наш преподаватель, художник, график, профессор Николай Сергеевич Зайков. Этот курс – отличная возможность для тех, кто хочет научиться рисовать с натуры и глубже понять, как устроены глазомер, светотень и перспектива. Что делает этот курс особенным? Программу мы разработали специально на основе ошибок акварелистов. Каждый раз, когда мои студенты встречались с какими-то проблемами в тоне, в акварели или в масле, мы разбирали с ними теорию, причина последственной связи, почему они совершают ошибки в светотени. И так получилось, что первопричина каждой ошибки находилась в незнании академического рисунка, в котором содержатся базовые знания о том, что такое конструкция, форма и объем. И как на форме и объеме мы будем распределять светотень, что это такое, что такое источники света, перспектива, световая перспектива и прочие моменты, которые напрямую влияют на тональность в цвете. А тональность в цвете это одно из свойств цвета в целом. И поэтому без знания академического рисунка очень трудно построить грамотную работу в тоне, уже на цветных работах. Мы попросили Николая Сергеевича Зайкова специально для вас записать лекции, которые интересуют именно акварелистов. Эти лекции восполняют пробелы в той теории, которая может помочь вам в работе со светом и тенью, с перспективой и постановкой объектов на плоскость. А это именно те параметры, которые делают ваши работы объемными и живыми. На протяжении четырех месяцев вы будете шаг за шагом изучать основы академического рисунка. Курс включает 25 уроков, где вы создадите 12 рисунков и выполните итоговую работу по своему сюжету. Вы научитесь правильно анализировать окружающий мир, понимать основные художественные термины и алгоритмы работы. Освоите работу с перспективой и светотением. В результате этого курса вы сможете не только уверенно рисовать сложные предметы и натюрморты, но и создадите финальную работу, которая станет доказательством вашего роста. И что особенно важно, вы получите фундамент, на котором сможете строить любые свои творческие проекты в будущем. Подробности к этому курсу вы найдете по ссылке в описании к этому ролику. Следующая распространенная ошибка – это неумение работать с теневыми проекциями. То есть я сейчас затрагиваю не всю тему светотени, по которой, конечно, тоже у всех кромешный мрак, но вот именно проблема работы со светотеневой проекцией заключается в том, что начинающие художники воспринимают тень как плоское пятно, которое находится какой-то частью, прилипшей наклейкой на предмете. И вот такая же плоская наклейка этого теневого пятна лежит где-то на поверхности горизонтальной плоскости, на которой мы видим падающую тень. Мы выучили, что тень на предмете называется собственная тень, а тень на поверхности, куда отбрасывает тень предмет, эта теневая проекция называется падающей тенью. И вот эти два пятнышка очень внимательно все изучают, ведут споры, какие они по тепло-холодности, а что чего темнее, что светлее, где там рефлекс. И все эти мысли кружатся вокруг этих плоских пятен, которые надо раскрасить каким-то цветом, чтобы это было как-то реалистично или качественно, интересно. Неважно, у каждого свои цели. Но восприятие тени как прилипшего пятна к предмету отводит внимание художников от того факта, что теневая проекция распространяется не только на поверхность предметов, но и заполняет собой весь воздух, который находится между верхней точкой собственной тени и дальней точкой падающей тени. Эти две точки можно соединить одной линией, и мы с вами получим воздушную невидимую границу теневой проекции. Когда в эту зону падающей тени в воздухе попадает другой предмет, он тоже будет подчиняться законам этой теневой проекции. И если предмет, который вы встраиваете в падающую тень, в проекцию падающей тени, ниже этой линии воздушной границы, то он полностью окажется в этой тени и будет подчиняться всем теневым законам данной сценки. А если этот предмет выше или частично выходит из проекции вот этого воздушного пространства, тогда эти выползающие части из этого теневого воздуха будут подвержены уже прямому свету и будут рисоваться в других свойствах. Так вот, очень важно знать, как строится теневая проекция, где будет граница тени у предмета, который ее пересекает, который из нее выходит. Как правильно строится силуэт падающей тени на плоскости? И здесь данное пятно будет совмещаться с темой перспективы, потому что зачастую тени имеют перспективное сокращение, если они особенно удалены от нас. И когда мы с вами работаем с теневыми проекциями, мы мыслим конструктивно, какого объема воздух, находящийся в тени, он имеет свою объемную теневую пропорцию, какую-то массу. Мы не видим глазами четко этой границы, но мы можем достроить, если нам нужно включить что-то по воображению. Также даже если мы срисовываем с натуры какой-то предмет, находящийся в большой тени чего-то и выглядывающий из нее на солнышко, это знание помогает нам правильно выстроить, отрисовать эти границы. Ошибка-то в чем заключается? Что мы на собственную тень смотрим как на отдельное пятно, как-то там ее срисовываем, на падающую тень смотрим как на отдельное пятно, как-то ее срисовываем с искажением, а если между ними образовался теневой воздух и из него там что-то еще торчит, мы на это смотрим как на третий предмет и рисуем его тоже. Как срисовали, так и срисовали. А если мы с вами знаем рисунок академический и соединим верхнюю точку собственной тени, дальнюю точку падающей тени, если мы с вами умеем строить конструктивно, как из проволоки, каркас этой теневой проекции, то мы с вами очень четко поймем, а где тогда пройдет сечение предмета, который пересекается этой тенью и как правильно его рисовать. То есть нам это знание нужно не только для того, чтобы из головы что-то нарисовать, придумать, но для того, чтобы себя в рисунке проверить как минимум правильно. Набросать-то мы можем все что угодно, а проверить-то мы себя можем только через знание по рисунку. И дальше это снова нас ведет к какому-то цветовому результату. То есть либо мы не берем в учет, что воздух тоже теневой и работаем там светлыми тонами, и сразу видно, что в работе что-то не то, и это сразу выдаст наш непрофессионализм. Либо мы умеем хорошо срисовывать, этой теории не знаем, просто умеем хорошо копировать цвет, в принципе, например, по тону не ошиблись, но конструктивно будет видно какую-то там нереальность. Например, если тень на объекте, который пересекает воздушную теневую проекцию, если эта тень по границе окажется выше, чем вообще эта проекция проходит. Профессионал такую ошибку заметит, обыватель такую ошибку может не заметить, но чувство, что что-то не то, что-то нереально, оно все равно у зрителей останется. Третья распространенная ошибка – это непонимание световой перспективы. Есть еще и такая перспектива, да, она отвечает за удаленность предметов от источника света. На уроках рисунка специально для тренировки световой перспективы используются гипсовые, однотонные, белые, простые формы и фигуры, которые абсолютно идентичны по материальности и цвету, чтобы хотя бы эти свойства поверхности предмета не отвлекали студента от анализа среды. И когда рисунки в академическом на уроках выставляют эти натюрморты из шаров, кубов, гипсовых голов, каких-то фигур, розеток, как правило, между предметами и источником света создается определенное расстояние. Как правило, на уроках рисунка используется один искусственный источник света, чтобы он не спорил ни с какими другими и по фигурам было проще определить взаимосвязь света и расстояние предметов, которые от него удалены. И когда мы с вами видим этот гипсовый натюрморт, мы с вами понимаем, что какие-то плоскости этих предметов будут ближе всего к лампочке расположенной, а какие-то удаленные. И анализируя исключительно белый гипс, не отвлекаясь на цвет, материальность, блеск или прозрачность, мы с вами видим наглядно, что предметы, приближенные к источнику света, выглядят более светлыми, способны отразить больше света. А предметы, удаленные от источника света, начинают отражать его меньше. Все становится гораздо сложнее, когда мы с вами начинаем наблюдать сложные цветные сцены с разной материальностью, где есть несколько источников света. Например, небо и солнце это уже два. А если мы добавим еще в интерьере несколько источников света, а если еще добавим вторичный, то есть отраженный свет от первых глобальных источников, то начинается еще конкуренция между источниками света. Плюс на это в жизни еще накладывается разность материалов. Гладкие отражают сильнее, матовые похуже, светлые сильнее, темные похуже. То есть мы с вами начинаем вводить еще дополнительные свойства, которые усиливают или ослабевают способность предмета отражать свет. Это все напрямую влияет на тональность. Если мы с вами не видим связи между источником света и предметами, которые находятся от него на определенном расстоянии, мы с вами не видим этой градации тональности на самой светлой части объекта, на освещенной плоскости, мы рисуем все предметы, повернутые в свет абсолютно одинаковой светлой тональности. И это делает пространство мультяшным. Это нереальное пространство. Это декоративное пространство. Свет и тель – это условность, выраженная светлой и темной стороной. Но это никак не согласовано с реализмом, с источником света, у которого мы этой перспективой световой передаем его свойства, его силу, его мощность, его цвет даже. Потому что даже цветной источник света, ближе к своему ядру, откуда свет выходит, это самая большая мощность, она всегда будет приближена к белому. Даже огонь в самой сердцевинке свечи может быть похож уже почти на белый. Но удаляясь от источника света, он начинает этот свет становиться цветным, показывать его истинную спектральность цветовую. И это все мы видим благодаря отражению от предметов. Знания о световой перспективе изучаются на академическом рисунке, на простых формах. И уже потом можно вводить дополнительные цветные усложнения. Но если даже на гипсах не отработано, на одноцветных, вот этих белых, простейших заданиях, навыки передачи световой перспективы не отработаны, это очень сложно делать сразу сходу в аквареле на разноматериальных и разноцветных предметах. В заключение хочу сказать, что все темы, которые прорабатываются на академическом рисунке, они даются не просто так. Все они связаны с темой тональности, света и тени. А тон – это всего лишь одно из свойств цвета. Помимо насыщенности, погашенности, температуры, у нас есть еще с вами светлота и темнота. Так вот, если мы с вами хромаем в светлоте и темноте и не понимаем, какого тона должен быть предмет в этом месте по отношению к другим, в связи с его материальностью, в связи с его локальным цветом предмета, в связи с его положением к источнику света и его расстоянием к другим предметам, которые отражают свет, это все проходится на рисунке. Если мы не понимаем, какого тона должно быть то или иное пятно в работе, то мы не можем с вами правильно замешать цвет, потому что делая его светлее или темнее, чем нужно, он станет сразу неправильным. Вы можете правильно его подобрать, вы можете угадать с оттенком, долго его там смешивать, но если наложите бледнее или темнее, все, это не тот цвет. Это либо у нас уже идет нарушение вообще светотеневой конструкции в целом, и работа выглядит дилетантской, либо вы еще находитесь в рамках допустимого отклонения от светлоты, темноты, но вы не можете тот самый цвет получить, который вам был нужен. И все ошибки в тоне с цветом, они напрямую связаны с непониманием тона в академическом рисунке. Поэтому я уже несколько лет наблюдаю этот сценарий развития, когда взрослые люди осознанно идут в акварель для того, чтобы рисовать, балдеть, получать удовольствие, рисовать красивые, приятные глазу картинки. И когда они сталкиваются с этой своей немощностью, беспомощностью в принятии тональных решений, не говоря уже о том, чтобы что-то там нарисовать и сконструировать, это приносит совершенно не те эмоции, которые человек ожидал от нового хобби. И немножко порюхавшись с этим, побыв в какой-то период времени в ограничениях на срисовках, да ладно, я буду срисовывать, срисую, что могу, там с экранов переводят, копирками переводят, через окно переводят, контуры фоток, из-за рамок контуров фото по конструкции выйти уже не могут, и ошибки с тоном никуда не деваются, и в конце концов все равно идут в рисунок, когда внутри появляется уже четкое желание творить самостоятельно, хочется уметь принимать решения в цвете самостоятельно, а тональность это одно из свойств цвета, мы не можем управлять цветом, если мы с вами не знаем академического рисунка. Субтитры сделал DimaTorzok